здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня у нас вот такой вот прекрасный скоростной мастер-класс экспресс мастер-класс девчонки вчера буквально нашла вот этот вот кардиганчик от нашего прекрасного всеми любимого брюнелла кучинели ну конечно же цены у него заоблачные но кардиган девчонки это просто прелесть я в него влюблена вот правда вот и бегом 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 спешу вам его показать разобрать конечно же для новичков тут есть как казалось бы он очень простой но на самом деле здесь есть свои нюансы свои такие моментики которые я бы не рекомендовала конечно по вот этому экспресс вязать потому что тут нужно разбираться с планкой да с капюшоном карманы боковые то есть есть элементы такие не очень простые я бы сказал то чтобы сложный но не очень простые не для новичков поэтому я в общем разберу эту модель вязать хочу вот правда очень хочу но сейчас у меня ближайшие два месяца у меня времени просто не будет максимально мини версия вот но через два месяца я возможно его в полной версии свяжу потому что я себе безумно хочу эту вещь вот правда очень хочу по поводу пряжи пряжи рекомендую соответственно какую-то летнюю лен хлопок бамбук вот акрил даже какой-то подойдет она висела короче говоря и так девчонки давайте по деталям сначала я думала и даже рисовала что это вот такая вот трапеция немного вернее заужена к низу потом присмотревшись я поняла что все-таки это ровное полотно рукав получается у нас у локтя за счет вот этого скоса скоса плеча глубокого как вот и получается эффект удлиненной вот этой линии плеча и рукавчик у нас получается вот у локтя за счет этого ширина ширина у нас оверсайз если допустим брать мой размер м с бедрами в 100 сантиметров то ширина тут не менее 70 если не больше девчонки вот общая ширина то есть плюс 20 а то и 25 а то и 30 вот это в зависимости от того какой насколько вы любите но еще зависит от пряжи если пряжа не толстая а тоненькая смело добавляйте 30 сантиметров и он у вас будет и оверсайз из такой летящий струящийся и падающий вот значит поняли да основываемся на ширину и вяжем до до рукава если брать фигуру вот обратите внимание на если брать человечка вот с ручкой я конечно художник никакой и всегда у меня ручки-ножки коряпенькие вот тут у нас будет ручка это я вчера рисовала старалась значит ручка коряпенький если мы уберем от низ и вяжем вверх вот да мы вяжем до локтя вот где у нас мы уже в верхней части до локтя это я неправильно то есть верхней части локтя и здесь мы начинаем когда мы находимся у верхней части локтя мы начинаем делать вот этот скос как бы техника у нас похожа на жилет который мы вязали с погоном то есть в каждом лицевом ряду мы здесь будем делать сокращение вот по одной петле то есть мы сделаем вот этот вот скос такой достаточно крутой и он у нас опустится до плечи локтевой локтевой возгиба вот здесь у нас будет локоть находиться а это над локтем вот это вот . потом еще довяжется манжет то здесь мы вяжем незаконченными рядами по одной петле далее где начинаем делать горловину здесь уже мы просто заканчиваем вот для плечика ровненько то есть эти незаконченные ряды не делаем здесь у нас где-то сантиметров семь восемь должно быть как бы ровных чтобы она как как-то ухватилась на плечо семь восемь больше не надо ну и классический кая круглая горловинка для спинки не глубокая 2-3 сантиметра достаточно вот что касается спинки это вся деталь это я уже нарисовала обвязка у нас идет отдельно далее по поводу переда карман у нас в шве находится то есть он вывязывается не цель на вязаный а потом я бы рекомендовала а еще лучше сделать карман не вывязанным а из трикотажной ткани пришитым вот вы знаете возможно я бы даже вами сделала мастер-класс отдельно по этому внутреннему карманчику почему рекомендую из ткани потому что он не будет деформировать саму деталь он спрячет он будет карман но он спрячется то есть он не будет как бы влиять на сам силуэт на саму модель вот поэтому карманчик я бы рекомендовала подшить из тканишки но карман я бы сделала все-таки он там нужен вот поэтому вяжем для начала ровно опять же в ту же точку а еще что касается две детали вот если брать по ширине что мы делаем вот одна деталь половина и вот вторая деталь половина то есть вот половина и вот половина спинки это по набору петель если тут 100 петель то здесь у нас 50 левая полочка правая полочка 50 сантиметров или петель петель извините плюс допустим 10 на подгиб планки 5 5 петель и 5 петель планка это так образно ширину планки вы будете вычислять по своей как бы плотности забыла сказать 5 сантиметров у нас тут резинка один на один далее платочная вязка весь взор платочной вязкой кроме вот внизу резинка один на один далее у нас все платочной вязкой вот поэтому левую полочку мы набираем половину спинки 1 2 спинки а правую полочку половина спинки плюс 10 петель ну 10 сантиметров скажем тогда это даже если 5 сантиметров планка то 10 это подгибка на планку ну и точно так же вяжем вверх платочной вязкой здесь мы делаем незаконченными рядами то есть дублируем вот эту вот часть горловину мы опускаем на 10 сантиметров вниз от верха это мы легко высчитываем по спинке опустили вот эту часть закрываем ровно сразу в воде в одном ряду а далее уже выполняем вот эту вот горловинку как мы рассчитались то есть вот это вот планка она живет своей жизнью горловина вот и вот это горловина планка у нас это что касается планки планка у нас там подшита двойная молния тоже нюанс по молнии да пошли почему я говорю что казалось бы простая модель но не такая она уж и простая потому что там и молния молния у нас присутствует и кнопки вот здесь вот такие прозрачно вот эти пластиковые кнопочки вот ткань такая вы вернее пряжа такая гуляющая там видно что а молния еще у нас двумя собачками которые расти расстегивается да и сверху снизу вот так вот они работают то есть двойная собачка и можно молнию расстегнуть здесь оставить внизу стоит при открытой что очень удобно вот для кардигана что касается капюшона набираем мы здесь здесь капюшон мы просто можем нарисовать вот вот нарисуйте обрисуйте капюшону толстовки приложите ее к спинке и здесь в ее прям по этому капюшону просчитает точное количество петель сколько вам набрать на вот этом вот полотне уже связанном готовым вашим как бы изделий вы сколько вам набрать вот сколько петель набрать сколько добавить сколько как бы высоту увязать рядов сколько здесь убавлять это все у вас будет видно как бы на готовые вот этой вот детали с обрисованным капюш здесь у нас соответственно тоже подгибка единственное смотрите чтобы вот эта часть у вас не было намного больше чем ваша горловина, вам нужно ее туда втискнуть, то есть вот эта вот часть должна соответствовать вот этой вот а, что еще, потом сшиваем плечо, сшиваем капюшон это уже не буду останавливаться здесь по рукаву, у нас тоже двойная подгибка, но здесь у нас вязание вот таким вот образом происходит только вяжем 10 сантиметров потом подгибаем, можем в круговую вязать, кто умеет платочную вязку там ничего сложного в круговую, вот, то есть сшить бока сшить плечи, набрать в круговую и связать вот это вот, потом подогнуть подшить, вот видите, вот эти вот подгибки они идут по всему изделию и они служат так же декоративным как бы элементом ну, в принципе, девчонки, все по модели я вам рассказала по нюансам тоже рассказала вещица очень красивая, очень мне нравится конечно, на любителя, ну, это на такого любителя, как я все, девчонки, что вы по этому поводу думаете как вам вещичка все, а я с вами прощаюсь на сегодня с вами была Вика из Школы Рукоделия всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok